Я вообще-то на заводе работаю, штамповщицей. Ну что, ну не только я работаю, это целый коллектив у нас. У меня даже сменщик есть, дядя Женя. Такой мужик-то вообще-то. Ходячий анекдот от дяди Жени. Вот так вот с ним штампуем, помаленьку. Вот в прошлом месяце на премию наштамповали. Ну что, ну премию-то, конечно, не дали. Короче, послали нас. Ну куда послали? Экскурсию послали. Далеко. В Англию. Все за вот заплатил, все за вот. Мы с дядей Женей вот две копейки не заплатили. Правда, потом четыре месяца без зарплаты работали. Вот так вроде-то за бесплатно в Англию поехали. Ай, ну что, ну не сразу поехали. Муж меня не сразу отпустил. Говорит, что тебе в Англии делать? Что, дома сиди? Борщи вари. А потом, когда узнал, что от завода-то бесплатно, она говорит, да ты что? Да такое раз в жизни бывает, то поезжай. Ну, в общем, мы с дядей Женей рванули. Вот сейчас приехали, вот столько впечатлений у того вообще-то. Я не знаю, это... Ой, даже не знаю, с чего начать. Ну, если вы меня спросите, вот, Зина, скажи честно. Вот честно скажи, что тебе больше всего в этой Англии понравилось, люди? Я не буду врать. Мне лично больше всего... Английская таможня понравилась. Как же меня там тщательно обыскивали. Вот прям вот... Ой, если бы нас на проходной так обыскивали, я в машине работала. Только ходила через проходную туда-сюда. Это с такими обысками можно замуж не выходить, это ей-богу. Ой, полтора часа счастья. Вот меня полтора часа обыскивали. А дядю Женю так пропустили. Я не поняла, он фамилию назвал, прошел, все. Ну, а чего его обыскивать-то, дядю Женю-то? Меня-то понятно, а дядю Женю-то, ой. У него на завтрак три головки чеснока, на обед пять. Так и прорвался за кордон. Змей Горыныч. Ой, ну вот, а вышли, с того же свободной... Время, дядя Женя говорит, Зина, ну куда пойдем? Я говорю, ой, дядя Женя, хочу в магазин. Вот мечтала, в магазин хочу. Пойдем, а английского чаю купим. Вот говорят, в Англии самый лучший чай, пойдем. Он говорит, да пойдем. Ну все, пошли, пошли. Один магазин прошли, второй магазин прошли. Пятый магазин. Я вот своими глазами видела люди, я бы никому не поверила. Нету в Англии хорошего чаю. Вот вообще ничего нету. Ни принцессы Нури. Ни майского чаю. Ни беседы в пакетиках. Нету ничего. Да вообще вот тут не унесет через левое ухо. Пока по магазинам ходили, там проголодались. Дядя Женя говорит, о, ресторан. Все, зашли в ресторан, все, расположились. Опять 25. В ресторане в Англии нельзя со своей едой. Я этому официанту спокойно по-русски говорю. Я говорю, ты понимаешь, я бы вашей еды поела. Ну у вас же нет исконно русской еды. Лапши доширак. А он не понимает, глазами блым-блым. И вот руками мне, вот уходи, нельзя и все. Вот намучилась, вот еле поела. Вот неудобно было. Неудобно. Одной рукой доширак цепляю, другой официанта отгоняю. Да, иногда и путала доширак с официантом. Вилкой его тыкну, он вершит, как тыкнутый. А в гостиницу привезли, это отель по их ему. Вот привезли в гостиницу, всех нас построили. Ну это сидит, переписывает кому какую комнату. А дядя Женя, он же покурить же ему надо. Он говорит, ты что, у меня вот такие вот ухи, я покурить должен. Ну, посмотри за вещами. И все, и ушел. Я еще ни да, ни нет, он уже ушел, все. А я думаю, а как я смотреть-то буду? Как смотреть буду? Вот его вещи стоят, вот мои, как смотреть? Пока за его буду смотреть, так мои попрут. Ну что, я легла на них, все, лежу. Все, граница на замке. А тут наша старшая меня увидала, говорит, ты что делаешь? Я говорю, я за вещами смотрю. Она говорит, ты что? Ты что делаешь? Это же Англия. Здесь нет воровства. Встань. Я встала. И только я встала, какой-то мужик. Хватит мои чемоданы и попер. Я его в два прыжка догнала. Мордой в полруху заломала. А эта, которая нас переписывала, величит. Встань, зепортье, зепортье. Я так поняла, что порчен у них какой-то. Ну что, отпустил его пенделем? Он потом меня как в гостинице увидит. Беги, другую в гостиницу прячется. Ой, я в гостинице. Это вообще, это не для людей. Там же жить нельзя. Там же все на электронике. Я это сразу поняла. Что ничего не надо пальцами тыкать. Вот так зашел в номер, переночевал на коврике. Все, жив-здоров. Ой, ну такая страна-то вообще. Не знаю, ну. Ой, повезли нас в торговый центр. Там какие-то гуляния. Ой, сколько там знаменитостей. Ой, ну. Я там даже Аннелийскую королеву видала. Вот. Вот не брюшу. Вот как тебя. Вот я зашла, она стоит. И главное, на меня смотрит и улыбается. Она мне улыбается, а я ей улыбаюсь. Вот. Вот такая женщина простая. Я с ней три часа говорила. Три часа до тех пор, пока наша старшая не подошла и не сказала, что музей восковых фигур закрывается. Я ничего не потратила. Все домой привезла. А куда там тратить? Чаю хорошего? Нету. Сувениры. Так я все с гостиницы взяла. Ну, там же все для нас уже упаковано. А дядя Женя все растранжирил. Напротив магазине распродажа была. Так он, он там купил эту лодку резиновую надувную. Эту дуру домой привез. Надул. Она с головой, с руками, с грудями. Колышутся на волнах. Типа, давай прокрачу. Дядя Женя вроде как громанул, а тут жена с половником контузила его. Ой, так и хочет теперь контуженный. Да, по шею гипси и ходит. Вот так вот съездил Евангелие. Зато у нас здесь Женя в душе. Азарт в путешествии проснулся. Прям такой азарт, аж пятки зудят. Жду, когда всего гипси будут. Во Францию рванем. В Париж. Я уже все посмотрела, что там интересного. Эфелева башня. В Устрице. Да, эти рестораны. А, дядя Женя про Эфелеву башню услыхал. Прямо аж затрялся. Я говорю, ты что, это же Эфелева башня. Это же моя мечта. Я же с детства мечтал залезть на эту башню и сверху плюнуть. Так что поедем. Злохматим Европу. Подышим Шанелю номер пять. Ну, а заодно можете узнаем. Вот что из этой французской красоты? Этот ихний Депардье к нам жить приехал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова